Это компетенция лабораторный химический анализ и ребятам предстояло узнать, в каком соке, например, содержится больше витамина С, в каком продукте есть крахмал. Вот, например, это у нас творог, это у нас чипсы и так далее. Ответы на эти вопросы знает Дарина. Она без труда может назвать те продукты, в которых есть крахмал. Я добавляю йодный раствор в продукты, чтобы определить, есть ли там крахмал или нет. Если продукт почернел, значит там есть крахмал. В каком соке больше витамина С, в какой колбе обычная вода? Юные лаборанты химического анализа за несколько минут могут провести эксперимент. Я опустил лакмусовую бумагу в первую колбу, и лакмусовая бумага окрасилась в нейтральный цвет. Это означает, что это простая вода. Мне надо узнать, сколько витамина С в этих соках. Я буду тоже йодный раствор добавлять туда, буду капли считать и размешивать, пока он синим не станет. Через очень много капель – это хорошо, значит там много витамина С. Если мало капель – это плохо, потому что там мало витамина С. На лабораторный химический анализ заявили всего семь участников. Все ребята из разных детских садов. К чемпионату готовились в течение года, а опыты проводились за несколько минут. Определить наличие витамина С в соках дети должны за 10 минут, и полчаса дается, чтобы определить наличие крахмала в семи продуктах, дается где-то полчаса. Победители и призер будут определены 30 апреля. Они будут представлять челны на республиканском уровне.